Обеспечение населения жильем в благоустроенных домах. Накануне 31 хабдинская семья, очередники местного Акимата, стали обладателями собственных квартир. Ключи новоселы получили в двухэтажках в новом, динамично развивающемся микрорайоне райцентра. К слову, крышу над головой обрели жители из числа социально уязвимых слоев населения. Майра Бимашева с интересом осматривает новую двухкомнатную квартиру, ключи от которой вручили многодетной матери. Вместе с супругом, вахтовиком, женщина воспитывает четверых детей, трех девочек и одного мальчика. Майра занимается предпринимательством, маникюрный бизнес хабдинка открыла, получив безвозмездный грант. А теперь решился и жилищный вопрос. В 2020 году встала в очередь. В течение трех лет мне вручили квартиру. Я очень рада. Спасибо государству, спасибо, кто в этом участвовал. Вообще мы были на квартире ходили. Потом уже последние 8 лет мы их родители. Теперь своя квартира, да, вот теперь свой дом. А 21-летняя Мария Денисова теперь будет жить полуторагодовалой дочерью в этой уютной однокомнатной квартире. Девушка-воспитанница Алгинского детдома и детского дома семейного типа в Хабде. Теперь Мария планирует трудоустроиться на должность кассира. Самое главное – удалось воплотить в жизнь мечту обретения собственной крыши над головой. Хорошая. Балкон есть. Ближе к садику, ближе к школе. Площадка есть здесь хорошая. Дочка будет играться на площадке. Спасибо всем за то, что дали. Я ждала этот дом. Хотела с первого брата дом взять, потом передумала. Меня остановили. Даже здесь один год сказали. Всем спасибо за этот дом. Слово, дома возведены в новостройках на окраине райцентра. Здесь каждым годом разрастается новый микрорайон. Имеются все блага цивилизации, социальные объекты, столь нужные семьям с детьми. После девяти лет ожидания обрела собственную квартиру. С 2014 года состояла в очереди на жилье по категории «неполная семья». Я воспитываю девятилетнюю дочь, работаю поваром в Хабдинской средней школе имени Хубланды Батыра. Теперь у нас с дочерью есть собственная жилплощадь. Двухкомнатная квартира очень уютная, светлая, хороший дом в благоустроенном доме. Огромная благодарность за предоставленную возможность обрести собственную крышу над головой Акимом области и района. В общей сложности 31 хабдинская семья получила ключи от новых квартир. Это очередники из числа социально уязвимых слоев населения, а именно многодетные, малобеспеченные, неполные семьи, также дети-сироты и ряд других категорий. Они будут жить в двух домах, где насчитываются 32 квартиры. Одну из них оборудуют подопорный пункт полиции. 1 сентября 2023 года глава государства выступил с посланием народу страны. В своем обращении президент в очередной раз поручил основное внимание уделять повышению качества жизни людей. И вот в эксплуатацию новых домов позволяет решать вопросы обеспечения населения жильем. 31 семья теперь будет в собственных уютных квартирах, с чем я искренне поздравляю новоселов. И на этом мы не останавливаемся. В частности, реализуется ряд проектов по району, которые позволят сделать жизнь сельчан лучше. В частности, реализуются два проекта по газификации в населенных пунктах Булак и Косаткель. Три проекта по водоснабжению сел. 13 проектов по строительству подъездных и внутрепоселковых дорог. Решаются вопросы с освещением улиц. К слову, жилищный вопрос в Хабдинском районе активно. Важно подчеркнуть, что сейчас в очереди на квартире стоит 251 человек.